Как итог, наверное, можно назвать презентацию локомотива ЭП-20, которую, наверное, ждали все железнодорожники пространства 1520. Это реально доказательство того, что технологии в России начали догонять мировые тенденции. Вот сейчас буквально на кольце стоит очередь из молодых специалистов РЖД, которые хотят и мечтают покататься на этом локомотиве. И уже понятно, что, по крайней мере, за время их рабочей жизни, их рабочей профессии, эти локомотивы массово появятся на российских железнодорогах. И произойдет это не позже, чем через 3-4 года. К примеру, все европейские и западные компании остановили собственные разработки в 60-70-х годах техники, которые используют газ в том или ином виде. Россия решила о том, что она все-таки будет пробовать сделать такой подвижной состав и сделала. И по всей вероятности, через год-два он пойдет в серию. Ну, если говорить конкретно о компании, то, безусловно, конкретные результаты – это подписанные контракты. Подписанные контракты – это компания «Сименс», компания «Синара», это контракты, подписанные с «Трансмашхолдингом». И, безусловно, те инвестиционные планы, которые РЖД закладывает при своем планировании, позволяют всему остальному рынку, как отечественному железнодорожному машиностроению, так и всего пространства 1520, планировать свои планы как минимум на десятилетия. Для бизнеса это очень важно, потому что они прекрасно понимают, что тот заем, который они, к примеру, под строительство собственного завода берут сейчас в крупных банках, они сумеют вернуть в течение 10 лет. Ну и, наверное, важно то событие, которое состоялось сегодня, когда на выставку приехало около тысячи молодых сотрудников РЖД, молодые люди до 30 лет, которые, во-первых, пообщались со старшим вице-президентом РЖД Гапановичем, который им рассказал о том, как отрасль будет развиваться в ближайшие десятилетия, участниками каких событий они станут во время своего производственной службы, так скажем, и они же имели возможность увидеть то, на чем им предстоит работать в настоящем виде, в натуральных образцах. Сейчас ходят по выставке, общаются со специалистами всех компаний, как российских, так и зарубежных, и, безусловно, это для роста кадрового компании очень важно. Хотел бы поблагодарить всех сотрудников российских железных дорог, сотрудников экспериментального кольца, которые привнесли в эту выставку очень много своих сил, своего желания и своего умения. Все компании, которые нам помогали воплотить это в жизнь подрядчиков, партнеров, клиентов и так далее, тех, кто оказывал спонсорскую помощь салону, а таких компаний было пять, и, конечно же, тех посетителей, которые, несмотря на то, что нам, в общем-то, последние два дня, я так понимаю, не повезет с погодой, все-таки придут и увидят все, что мы для них эти два года делали. Я думаю, что все-таки, несмотря на дождь, завтра мы увидим 10 тысяч человек.